Добрый день, мы сегодня в Белграде, столице Сербии. Добрится, наш партнер. Хорошо все получается, Добрится, как дела вообще? Все отлично, добро пожаловать в Сербию. Спасибо, ну офис покажете, пообщаемся. Конечно, обязательно. Все, пойдемте. It is better to speak English or Russian here now? For you? For me, без разницы. Because last time we discussed that it is better to speak English, and now I understand you speak a word in our office, and now it is maybe in Russian, we can, yeah? Да, да, мы можем. Окей, тогда по-русски. Ну, во-первых, как успехи этажей в Белграде? Ну, можно сказать, что мы действительно развиваемся по хорошей динамике. У нас увеличивается штат каждый месяц, так что, ну, можно сказать, что действительно мы первые в этот период, просто чтобы создание, ну, основного менеджмента этого основного ядра мы уже сделали, и сейчас уже стабильно набираем штат, делаем продажи, занимаемся маркетингом, так что я могу сказать, что я доволен. Ну, спасибо, я тоже могу отметить там успех. В начале где-то чуть-чуть первые месяца, так 4 чуть-чуть, вот не в том темпе, но потом поменялись. Я смотрю, сейчас действительно коллектив очень сильный, сейчас вот мы вместе пообщались, ну, прям видно там наши, что называется, люди, да и так называют, то есть открытые, добрые. Такой вопрос. Сложно было вот такую команду собрать профессионалов или нет? Можно сказать, что на самом деле непросто, непросто. Мы каждым разом становимся более опытным и по выбору людей. Тут действительно нужно было находиться, ну, то есть между именно то, что есть компания ТЖИ и политика компании и специфика местного рынка и найти людей, которые достаточно способны, а в то же время и лояльнее. Поэтому у нас гораздо больше сейчас опыта, но на самом деле на самом деле на ТЖИ было не так просто, у нас было много сложностей, но это после нескольких месяцев уже, как сказать, уже поняли, какие люди нам нужны, как их находить и так дальше. То есть, конечно, хорошего, качественного сотрудника всегда нелегко найти, но, по крайней мере, мы можем узнать гораздо быстрее, кто подходит к компании. Я знаю, что тут много конкурентов американских, Keller Williams, Remax, Soder. Да, да, да. То есть практически в Белграде все бренды уже существуют. Как с ними вообще удается конкуренция? Какое мы место сейчас занимаем примерно на рынке? Какой у нас потенциал здесь? Ну, допустим, могу сказать, что мы вот меньше чем года, мы открылись в феврале, то есть мы всего 8 месяцев работаем, и мы уже, то есть со 25 человек, мы уже, можно сказать, что первых три месяца занимаем по количеству. То есть вы где-то третье место уже? Да, да. Вот настолько маленькие тут агентства, да? В основном агентства, да, они обычно там 5-10 человек, даже меньше иногда. Есть, ну, допустим, Keller Williams, сейчас может ошибнуться, я не знаю точно сколько, но мне кажется, что у них около 50 человек. Сколько лет они работают? Да, они работают уже 8 лет. 8 лет, да? Да, да. Ну, это особенность Европы, слушайте, как правило. А Сербия Европой или нет? Сербиями, да, можно сказать, что Европой. Европой, да? Да, да, да. Мы не в Европейском Союзе, но в Географическом Европе, да. Угу. Хорошо. Такой вопрос. Как к бизнесу тут отношение к риэлторскому? Сейчас вот я пообщался, все-таки есть точки зрения, что, ну, пока он только развивается, у нас мы как в 90-е испытывали там проблемы, там кидали клиенты и так далее, или сейчас вот тут или нет? Ну, как мы уже обсуждали, что уже определенные бренды есть в Сербии уже на протяжении, может быть, последних лет 10. У нас государство тоже узнало то, что нужно упорядочить рынок, поэтому компании, самая реальская компания нужна лицензия. Риэлторы не могут работать без лицензии, это жесткие проверки и остальное. Поэтому это действительно улучшило рынок недвижимости, поэтому не как раньше было, что каждый занимался недвижимостью. И поэтому потихоньку люди начинают понимать, насколько это важно для их нанимать агента. Насколько даже с точки зрения продавца и покупателя они понимают, что им действительно стоит брать услуги, поскольку все равно и через процессы юридические проверки и все остальное, и насколько на самом деле экономят время. И многие начнут. Поэтому, на самом деле, возвращаясь к вашему вопросу, да, действительно, мы, наверное, опаздываем где-то лет 10, может быть, за российским рынком или европейским. Но тенденция, она хорошая, то есть эти люди больше и больше понимают и ценят эту работу. Спасибо. Про себя расскажите, я знаю, что вы в Англии работали, да? Да, да. Так кратко, чтобы, может, не все знают. Да, да, да. Ну, в общем, у меня двойное гражданство, у меня британское и сербское гражданство. Долго, ну, 6 лет работал, жил в Англии, жил в Австрии, Германии. Так что практически, ну, тоже где-то примерно, как и компания «Этажи», где-то 25 лет опыта риалтерского опыта. Вы, по-моему, в страховом бизнесе, да, работали? Я же работал в страховом бизнесе, да, в Лондоне, да, да. После этого переехал в Ченогорию, 17 лет занимался недвижимость в Ченогории, работал с англичаном, ирландцем, евреем, работал с русским. Так что практически весь этот опыт, скажем так, международного рынка я накопил в Ченогории. В Сербии уже 8 лет занимаешься недвижимостью. Спасибо. И такой вопрос многих волновать просто будет. Насколько россиянам сейчас легко купить в Сербии? Давайте несколько вопросов задам. Во-первых, виз нет, правильно я понимаю? Виз нет. Я это на себе почувствовал, очень быстро, удобно. Второй вопрос. Можно ли купить, есть ли ограничения? Можно купить, русским на самом деле. То есть, это очень важно сказать, что русским достаточно легко приобрести недвижимость. И также, что эта недвижимость дает, она дает ВНЖ, ПМЖ и так дальше. То есть, это абсолютно такой процесс, который… Даже гражданство дает, да? И даже гражданство. Это и, по-моему, если я не ошибаюсь, что это единственная сторона… А на сколько надо купить недвижимость? Нет ограничений. На самом деле, тут тоже, по сравнению с другими странами, нет ограничений, чтобы это была какая-то сумма, которая дает гражданство. То есть, покупка любой недвижимости не дает, конечно, сразу гражданство. Но сразу можно начать процесс получения ПМЖ и после, в течение трех или пять лет, зависит от определенных условий, обязательно получается и получает и гражданство. Хорошо. Как часто покупают? Много ли россияне покупают? Ну, можно сказать, что да, достаточно много, если говорим о том, что где-то примерно около пяти до десяти процентов рынка – это русские покупатели. Даже так? Да, 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 достаточно много. А правда, я извиняюсь, перевью, что к вам много с нашей сети отправляют? Да, да, правда, правда, много, да, да, да. То есть, я замечаю, что больше… А кому отправлять? Вам лично? Или другому риэлтору? Они отправляют риэлторам, меня тоже отправляют, но я просто опять часто говорю, что потому что назначенный – это наш менеджер, который должен заниматься международкой. Просто, знаете, времени мало, поэтому иногда буду перебивать вопросы быстро. Да, конечно, конечно. Телеэфир такая вещь, что это… Да, да, конечно, конечно. Надо все быстро успеть, чтобы представление получилось. Конечно. Как дела с ипотекой? Правда ли, что россиянам можно взять ипотеку под 6-7%? Да, правда. Правда? Да, да. Это прямо реально? Это реально, это прямо реально и не обязательно. То есть россиянам, у которых даже нет никакого статуса, скажем так, у которых нет… Ну, может только с ВНЖ, они… Есть банки, которые дают кредит русских. Ну, то есть, тебе нужно ВНЖ, а без ВНЖ… Ну, ВНЖ очень легко получается. Легко получается, да. То есть, это элементарно. Не обязательно даже… Ну, то есть, просто дорегистрировался, получил ВНЖ и все. Скажите, это элементарно Ватсон. Да, да. Ну, это русская шутка. Все понял. То есть, это, в принципе, по большому счету… Ну, а местные, там, я понял, где-то тоже от 5 до 7% ставка, да, по ипотеке? Да, да, да. То есть… Ну, конечно, тут все развиваться будет. Конечно, конечно, да. И у нас Экспо… А, и Экспо еще впереди. Да, 2021 года. Так что, как вложение отличное просто. Цены… Я согласен, коллеги, а вы знаете, я сейчас сам побывал, здесь посмотрел. Ну, надо правду сказать, я не был уверен до последнего, что смогу побыть, да, потому что там маршрут сложный был, но все-таки принял решение, что хочу в Белграде там, в офис наехать хотя бы там, ну, 3-4 часа. Не пожалел. Слушайте, такой прекрасный регион, замечательная страна, люди. Мне очень понравились наши риэлторы здесь. Я теперь понял, почему у вас это все получается. Спасибо. Ядро сильное реально людей. То есть это самое же важное в нашем бизнесе. Мы все это понимаем. Вот у меня, наверное, один из заключительных вопросов. Все-таки я вот здесь почувствовал к россиянам хорошее отношение. Показалось ли? Нет, не показалось точно. То есть русские… Здесь даже, как сказать, это преимущество. Именно то, что мы являемся русской франшизой – это большое преимущество. Люди реагируют… Во-первых, они любят. Ну, то есть с душой любят русских. И это чувствуется реально. А во-вторых, знают, что действительно, что русские всегда были доброжелательны к Сербии, что всегда просто есть такие традиционные исторические отношения. Поэтому это такой историческая такая связь с Россией. И это чувствуется. Каждый русский, который здесь приезжает, первое, что чувствует – это именно такая искренная любовь. Добрец, знаете, это очень важно, потому что все начинается вот с этого же. Конечно, конечно. Я вот прямо могу сказать, сейчас вот в Европе был, ну, да вроде все хорошо, но чувствуешь что-то нехорошо. Да, да, да. А тут приехал, тут прямо аж какая-то теплота, я не знаю, появилась тут. Офис, кстати, у вас очень красивый. Тима, покажи вот как. То есть это прям стильно так эти… необычно видеть на английском все. Ну, я бывал в Маги Городах, тут прямо это интересно, молодцы, хорошо сделали. Добрец, я, во-первых, хотел вам большое спасибо сказать, да, за то, что… Я помню наши первые диалоги. Да, 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 в России. Когда вы еще так вот сомневались, я так вижу, да, ну, мне кажется, все получилось. Да, 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 все отлично. Слушайте, я так рад. Просто бальзам есть, откровенно, да, потому что, когда вот приехал, сам посмотрел, что уже все получается, все нормально. Насколько я знаю, уже в прибыль вышли, да? Да, да, прибыль уже. Бизнес уже прибыльный, это в первый год. Это показатель. Да, 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 да. И сервис хороший, потенциал огромный. Наши страны все равно исторически очень близкие. Вот, я не сомневаюсь, что все будет очень хорошо. Вот сделаем все для этого возможности. Спасибо огромное. И реально чувствуем огромную поддержку с вашей стороны. И, конечно, без вашей поддержки мы бы никогда не смогли… Нет, я думаю, что смогли бы, но… Точно лучше, чем с американскими франшизами, наша железно лучше. Железно лучше, точно, точно, точно. По своим сравнению, по своим параметрам гораздо лучше. Вот, поэтому это… Мы же знаете, как что имеем, не храним, у нас тоже… Я считаю, ну где-то недооценивают нашу компанию вообще, что мы делаем в целом в России, да? Потому что, ну, есть нюансы, скажем так, да? Вот. И когда ты вот… Ну, я про себя говорю, приезжаешь, видишь вот реальные результаты в других странах, то это, ну, ты понимаешь, что не зря это делаешь. Потому что, ну, это реально важный вопрос. Вот. А коллектив ваш понравился. Давайте вам успехов. Спасибо большое. В этом случае сделаем все возможное, чтобы вы развивались. А всем нашим рекомендую, не то, что не смотрите в Эмиратах и в Таиланде, в Индонезии. Сербия, обратите внимание. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Благодарю.